Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. 13 апреля в инжиниринговом центре набережной Челнинского института Казанского федерального университета прошел день открытых дверей. Будущим абитуриентам и их родителям предоставили по меньшей мере 23 специальности, по которым они смогут начать свое обучение в стенах КФУ. Это менеджмент, лингвистика, направление кафедры механики и конструирования, кафедры физики, электроснабжения, строительство, юриспруденция, таможенное дело, экономика, психология и многое другое. Как отметил Александр Егоров, начальник отдела по молодежной политике, социальной работе и профориентации института, день открытых дверей проводится для абитуриентов, которые планируют поступать в Казанский федеральный университет, набережно-челнинский институт Казанского университета или инженерно-экономический колледж КФУ. Абитуриентам и их родителям рассказали о том, как проходит сам процесс поступления, о количестве бюджетных мест, видах и формах обучения, об экзаменах, которые необходимо сдавать при поступлении. Казанский федеральный университет Однако становиться судьей не планировал. Далее Алексей Дронов подробно остановился на ряде проблем, с которыми суд Евразийского экономического союза призван работать. Мероприятие завершилось вопросно-ответной сессией. Сегодня, 16 апреля, в одной из аудиторий главного здания Казанского федерального университета прошел международный круглый стол, ключевой темой которого стало международное трудовое право. Генезис проблемы и перспективы развития. Мероприятие приурочено к двум историческим событиям. 120-летию со дня подписания первого соглашения по вопросам труда и 105-летию со дня основания международной организации труда, которая занимается установлением международных трудовых стандартов и их продвижением. Сенсационное открытие в центре Казани. Коммунальщики в ходе ремонтных работ обнаружили древний артефакт, раскрывающий тайны прошлого города. Что скрывает земля под ногами казанцев? Об этом сегодня в сюжете. Казалось бы, ведутся обычные ремонтные работы. Но кто бы мог подумать, что это может привести к неожиданному открытию древнего храма? Об этом подробнее сегодня в сюжете. Накануне на перекрестке улиц Кави-Наджми и Островского были обнаружены остатки древней церкви. По мнению специалистов, найденные фрагменты принадлежат церкви Вознесения Господня, которая занимала весь угол одноименной улицы. В этом комплексе также находились три каменных храма – Вознесения Господня, иконы Божьей Матери, знамения и Иоанна Война, а также высокая колокольня, построенная над церковью Иоанна Война. В основном канале об этом прочитала и была, честно говоря, удивлена тем, что в центре города, не зная, когда все это делали, строили современные здания, вот это было не зафиксировано. Потому что центр, он исторически значимый. Здесь везде очень много таких храмов. Это на самом деле мечети и храм. Вот это я не могла понять, честно говоря. А то, что я удивлена безмерно, это да. Церковь, которая стояла на улице Островского, тогда Вознесенской по названию храма, была построена в 1676 году. Храм был снесен в 1932 году, после долгих споров, так как он был признан памятником второй категории, а значит, являлся важным для сохранения исторического наследия и мог быть объектом охраны и реставрации. На его месте в 1939 году построили пятиэтажный дом, который получил название «Дом коммунальников» или «Дом писателей». Просуществовал до 1932 года и на его месте был построен жилой дом. Поэтому очень интересно вот так вот столкнуться в лоб-лоб с историей. Ну и интересно вообще, что это такое. Я думаю, что археологи, наверное, посмотрят, разберутся и нам расскажут, напишут. Изначально пересечение улиц Кавина-Джми и Островского закрыли для того, чтобы коммунальщики начали проводить ремонт теплосетей. Но каким было их удивление, когда в процессе работ они обнаружили исторический артефакт? Сейчас работы, конечно, приостановлены, и археологи занимаются изучением найденного объекта. Ведь это важно для понимания прошлого и сохранения культурного наследия. Это открытие имеет огромное значение. Такие находки могут предоставлять ценные данные для исторических исследований, а также могут способствовать развитию культурного туризма. Тимур Гамилов, Резидака Римова, Тимур Ахметов, Ахмаджо Оев, Универ Новости. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла антиконференция «Марксфест-2024». Все желающие смогли задать интересующие вопросы спикерам, ключевая область познания которых – государственное дело и бизнес. О том, что нового и интересного узнали студенты института и чем отличается конференция от антиконференции, расскажет наш корреспондент. Антиконференция «Марксфест-2024» проводится уже не первый год. Студентам альтернативу обычным конференциям предложили еще в 2018 году, и проведение этого мероприятия уже стало некой традицией. На конференцию мог прийти любой желающий студент Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Среди приглашенных спикеров можно было увидеть основателя торговой марки «Алга», антикафе «Баклажан», кафе «Костыбы» и многих других. По словам директора Института управления экономики и финансов Наили Багаудиновой, отсутствие скучных докладов, огромного количества слайдов с информационным шумом – вот что отличает эту встречу от любых других. Только эффективная работа, взаимопонимание и активная дискуссия. Почему мы назвали «Марксфест»? Это был год, когда было 200 лет Марксу. Маркс все-таки основоположник учения, который лежит в основе очень многих экономических теорий, и поэтому мы назвали это «Марксфестом». Наши выпускники, наши спикеры, которые здесь есть сегодня, они люди, которые добились различных высот в двух направлениях в бизнесе и в государстве, и сегодня мы их знакомим. У нас 12 спикеров и все наши студенты. Мы знакомим наших спикеров со студентами не только для того, чтобы провести сегодняшний день вместе, но и для того, чтобы быть вместе дальше. Подготовка к мероприятию в этом году заняла около двух с половиной месяцев. Заранее среди учащихся был проведен опрос, в чьей персоне они заинтересованы. Исходя из результатов, был составлен список спикеров. По словам самих ребят, для них важно, что после проведения антиконференции у всех участников останется телеграм-канал, в котором спикеры будут общаться со студентами, делиться опытом и помогать в решении каких-либо проблем, связанных, например, со стартапами. Нас пригласили. Мы в целом сколько работаем почти 10 лет в Казани, 7 лет. Мы всегда с КФУ, так скажем, на короткой ноге, любим поддерживать их мероприятия. Очень важно получать именно практический опыт, узнавать, как это работает в реальности. То есть это не какие-то теории, модели, которые мы изучаем все на парах, а реальная встреча с тем, что происходит в жизни. И мы учимся у них, принимаем опыт и готовимся к тому, что будет дальше. Эта антиконференция пользуется огромным спросом среди студентов, ведь здесь есть возможность открыто пообщаться с успешными личностями, а также завести новые знакомства, которые в будущем могут перерасти в долгосрочное сотрудничество. Игорь Афанасьев, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Каждую ночь мы погружаемся в мир фантазий, снов и воспоминаний, которые могут быть как приятными, так и пугающими. Многие даже пытаются запомнить, что увидели, закрыв глаза, но большинство не знает, что на самом деле за всем этим стоит. От чего зависит наш покой во сне, как справиться с недосыпом и почему люди не могут прожить без этого физиологического состояния. Об этом и не только прямо сейчас. У каждого из нас есть физиологические потребности. Основные из них — пища, вода, воздух. Равноценен им и сон — состояние, во время которого взаимодействие организма с внешним миром затормаживается, а осознаваемая психическая деятельность частично прекращается. Полноценное правильное погружение в сон способствует разгрузке психики, повышению нашей работоспособности и концентрации. Учитывая, что треть своей жизни человек проводит во сне, важно знать, что это за физиологическое состояние и как с ним совладать. Сон, наверное, с биологической точки зрения — это полное восстановление всех функций организма. Потому что во сне идет перестройка, причем не только перестройка в рамках когнитивных функций, то, что творится у нас в головном мозге, а это перестройка везде. То есть чистка такая, чистка организма. Чтобы получить максимум пользы от ночного отдыха, необходимо понимать особенности стадий сна. Всего выделяют четыре основных этапа — засыпание, легкий сон, глубокий и быстрый. Все эти стадии составляют так называемый полный цикл сна, который длится примерно 90 минут. В среднем взрослому человеку нужно пять полных циклов, чтобы отдохнуть и выспаться, а это соответствует 7-8 часам в сутки. Но самое важное — все равно это находиться в темноте, чтобы погрузился в сон организм, чтобы, так сказать, вырабатывался мелатонин. И вот этот мелатонин как раз выстраивал все процессы восстановления. Думали, что мелатонин — это просто гормон сна, и не понимали, как же он действует. Вы знаете, это удивительно. Это очень небольшая молекула, ну, то есть для биологии, для медицины. Но удивительные свойства у нее. Первое и самое важное свойство. Мелатонин — это самый главный антиоксидант. Наиболее значимой стадией является глубокий сон. Именно в эту фазу наш мозг отдыхает. Восстанавливаются нервные клетки, нейроны. В детстве и молодом возрасте он составляет от 15 до 25% от всего времени. У пожилых людей он сокращается до нескольких процентов и может даже упасть до нуля. Глубокий сон имеет решающее значение для нашей способности учиться и запоминать. Он влияет на усвоение того, что было изучено накануне, на нашу способность работать с информацией на следующий день. Поэтому недостаточное погружение или уменьшение его количества может привести к краткосрочным и долгосрочным проблемам со здоровьем. Значит, наша с вами задача вообще, чтобы у нас вырабатывался мелатонин. Этот мелатонин может вырабатываться только в темноте. А в темноте и когда мы спим. Соответственно, если мы спим, вовремя ложимся. Если мы, когда светло, вовремя встаем, сон должен быть не меньше 8 часов в сутки. Вот это основные правила, которые надо соблюдать. И будьте здоровы. Наш организм приспособлен к жизни на Земле и имеет собственные биологические часы, циркадные ритмы. Ученые применяют это слово, когда рассказывают о циклических колебаниях активности внутренних процессов в организме людей, связанных со сменой дня и ночи. Циркадные ритмы отвечают за регуляцию периодов сна и бодрствования. Поэтому важно отслеживать их и предотвращать возможные нарушения, которые негативно скажутся на организме. Чаще всего восприятие организмом чередование светлого и темного времени суток сбивается из-за длительной вечерней активности, освещения в темное время суток, перелетов с быстрой смены часовых поясов. Предотвращение резких изменений в образе жизни и факторов, негативно влияющих на циркадные ритмы, будут способствовать здоровому полноценному сну, во время которого организм будет отдыхать и восстанавливаться. Циркадные часы, главные, которые супрахиазматическое ядро, они подстраиваются день-ночь, они подстраиваются светом. Но супрахиазматическое ядро своими сигналами дает клеткам, у каждой клетки нашего организма есть внутренние часы, причем это 4 гена, за которые Нобелевскую премию дождали. По сей день многие спорят о том, сколько нужно спать, чтобы выспаться, и чаще всего версии расходятся. Но идеальной продолжительности сна не существует. Кому-то достаточно всего 5 часов, а кому-то едва хватит 9. Эта разница определяется нашей генетикой и окружающей средой. Для полноценного здорового сна сомнологи советуют спать в темноте, создав легкую прохладу в комнате. Также желательно убрать отвлекающие звуки и пытаться следовать более-менее стабильному режиму. Все это поможет улучшить качество физиологического процесса. Анна Романова, Кристина Отекина, Николай Осуховский, Универ Новости. 21 апреля в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся турнир по настольному теннису Кубок Победы среди работников структурных подразделений Казанского федерального университета. С 12.30 до 17.00 пройдут заседания судейской коллегии и, конечно, сами турнирные соревнования, подведения итогов и награждения победителей. Заявки на участие в турнире можно подать до 19 апреля в дирекцию социально-спортивных объектов КФУ по адресу улицы профессора Нужино, дом 2, кабинет 320. Ждем именно тебя. Ученые Казанского университета выступят на фестивале «Милмакс Сайенс Казан». В Казани с 18 по 21 апреля пройдет четвертый фестиваль популяризации науки, академическим партнером которого является Казанский федеральный университет. В программе мероприятия научно-популярные лекции, дискуссии, мастер-классы и научные шоу. С подробной информацией можно ознакомиться в телеграм-канале «Милмакс Продакшн». Обязательно посмотрите, ведь там вы найдете то, о чем раньше даже не могли подумать. 30 апреля в 18.00 в IT-парке имени Башира Ромеева состоится музыкальный фестиваль «Станция Мир» в формате аудио-визуального шоу. Студенческий научно-популярный телеканал «Универ ТВ» Казанского федерального университета – информационный партнер. На сцене с живым звуком выступят 13 артистов со всей России. В основе идеи фестиваля лежит история орбитальной «Станции Мир», в которую вплетено творчество каждого из исполнителей. Уникальный контент на сцене будет представлять внутренний мир артистов, новых неизведанных планет, которые будут открыты самими зрителями. На фестивале выступят артисты не только из Татарстана, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и Саратова. Вход для зрителей свободный по регистрации на сайте. На этом все. Студия была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова